Дагестан Отметят новоселье. Сироты на этот раз из числа участников СВО получили ключи от просторных квартир. Где же лучше учиться, в Москве или в Дагестане? На дискуссионной площадке встретились студенты столичных вузов страны и республики. Подробнее расскажем в выпуске. Дагестан Футбол на высоте более полутора тысяч метров. Кубок Гедатля разыграли в горах Шамильского района. Кому достался трофей, смотрите в спортивном блоке новостей. Энергетический коллапс в Дагестане продолжается. Сразу несколько трансформаторов в республике вышли из строя. В Дербенте из-за аварии на местной подстанции без света остались более 40 тысяч человек. А в столице региона, на энергообъекте по улице Юсупа Акаева, трансформатор воспламенился из-за аномальной жары. Обесточенным остается весь микрорайон. Специалисты говорят, что на ремонтные работы может потребоваться несколько дней. Между тем, чтобы привлечь внимание к частому и продолжительному отключению света, жители Махачкалы вышли на стихийный митинг. Люди, перекрывшие движение на улице Магомеда Гаджиева, были возмещены тем, что в их дома уже третьи сутки не подается электричество. На ситуацию позже отреагировал глава Дагестана. Сергей Меликов отметил, что в этом вопросе ждать быстрых результатов нельзя. Проблемы в энергетической области в регионе слишком долго игнорировались. Однако сейчас комплекс мероприятий для решения сложившейся ситуации проводится. Положительные изменения, по словам руководителя республики, можно будет ощутить в 2025 году. Пока власти ищут решения, людям остается самим справляться с последствиями жаркой погоды. Мы решили провести опрос среди горожан и узнали, какие лайфхаки они используют, чтобы пережить горячие летние деньки. Дома, конечно, сидеть тоже не очень хорошо, потому что кондиционеры не работают, воды нет. Побольше стараюсь гулять в парке, там, где деревья, и вот не находиться под прямыми солнечными лучами. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с жарой? Пьем холодные напитки. И все? Ну да, пока. Можем освежиться холодный душ, кондиционер. А для тех, кто вынужден выходить по каким-то обстоятельствам, на работу, ежедневно кому надо выходить, тем обязательно посоветую одеваться в светлое, потому что это очень спасает. Темная одежда, она на самом деле притягивает тепло, и я это на себе ощутила как-то на днях, поэтому, когда жара, никогда не выходите в темном. Сижу под кондиционером. А если кондиционер, выключите? Ну, с обедного куча. У вас свет есть всегда? Да, две фазы. Ледяная одежда, легкая, большое количество жидкости и SPF, это очень важно. Всем носить SPF. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с жарой? Просто никак, невозможно. Воды нет, в Ленингкенте я живу, там вообще ничего нет, ни воды, ни света, ничего. Просто выходишь на улицу, на улицу пояс, делай день. В жаркое время мы дома бываем, только вечером, утром выходим на улицу, вот так, горе, поедем там. Я не справляюсь с жарой. У нас на работе, каркмаса 18, очередной раз отключили свет. Мы не знаем, как работать. Стараюсь сидеть на работе под кондиционером, но в такую погоду, когда отключают свет, постоянно ужасно получается, и это проблема власти. Есть и те, кто помогает людям перенести жару. Благотворительный фонд «Инсан» запустил акцию по раздаче бесплатной воды. Более тысячи бутылок распределили волонтеры. Мероприятия проходили во всех городах и районах республики, в основном вдоль дорог или в местах большого скопления людей. Аномальная жара в городе длится уже несколько дней. И чтобы помочь людям легче переносить высокую температуру и избежать перегрева, мы решили раздать прохладную воду в общественных местах нашего города. За сутки в Дагестане произошло сразу три ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли в аварии в Бабаюртовском районе при столкновении грузового автомобиля с легковушкой. В Левашинском же районе из-за выезда на встречную полосу дорожного движения погиб трехмесячный ребенок. Еще двое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Между тем, еще одно ДТП зафиксировано в Кизелюртовском районе. Лада Приора совершила наезд на пожилого мужчину, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. Он скончался от тяжких телесных повреждений. К другим темам в Каспийске открыли исправительный центр для осужденных на базе завода. Он предусмотрен для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ. За свой труд осужденные получают заработную плату в размере до 45 тысяч рублей. В скором времени данный центр будет расширен и сможет принять более 120 человек. Производственные участки накануне посетил и Абдулмуслим Абдулмуслимов. Премьер-министр ознакомился с работой осужденных и с условиями их проживания. Президентам страны дано поручение Министерству юстиции Российской Федерации и Федеральной службе исполнения наказания довести эту цифру до 600 человек. Практически на данный момент у нас открыты участки, функционирующие в режиме исправцентра с количеством 253 человека. В ближайшее время мы дорабатываем лимит наполнения на 325 человек. И остальные уже постепенно, поэтапно будем строиться, ремонтироваться. И к другим темам. Новые квартиры получили четверо сирот, участники СВО. Они состояли в очереди на улучшение жилищных условий уже давно, а теперь стали обладателями двух- и трехкомнатных квартир, вместо полагающихся по закону однокомнатных. Для получения ключей на прием к мэру города Юсупу Умабову прибыли как сами участники специальной военной операции, так и представители тех, кто до сих пор находится в зоне боевых действий. Отметим, что помимо этого всем сиротам была оказана и материальная помощь для обустройства жилья. Полностью квартира в отличном состоянии, все понравилось, все новое. Можно сказать, от полов до потолка все отлично. Вместо однокомнатной квартиры дали трехкомнатную квартиру. Это вот отдельное спасибо. Хочу главе города, так сказать, Сергею Алимовичу тоже, нашим застройщикам, которые вот так пошли, на встречу вот так помогли быть сенатам. И управление по жилищным вопросам тоже. Ну, все вот так сплотились, и буквально даже месяц, наверное, не прошел, как этот вопрос был решен. Долг, который каждый гражданин должен пройти, защищая свою родину, отдать частицу свою, это и гордо. Мы помним старый временал, дедушка помнит, когда на двери ставили специальные курсовые знаки, и что там является участник. И сегодня мы с меморальными досками отмечаем дома, и где они работали, и где они, конечно, проживали. Досками такими отмечаем, что они являются участниками специальной военной операции. Еще раз хочу вас поблагодарить и поздравить тоже. Жизнь счастья, успехов вам, и пусть Всевышний убережет от любых несгод. Кто круче – дагестанская молодежь, проживающая в Москве, или молодежь нашей столицы? Жаркие дискуссии, выступления спикеров и дружеское кофепитие. Все это было организовано в рамках познавательной встречи в центре Махачкалы. Хамзанур Магомедов побывал на месте и расскажет подробнее. У нас сегодня будут подняты актуальные, в целом, я думаю, для каждого из нас здесь вопросы. И каждого мнения по этому поводу хотелось бы, естественно, услышать. На увлекательную и полезную дискуссию пришли в основном студенты. Это дагестанцы, которые живут и проходят учебу как в Москве, так и у себя на родине. Решили такую дискуссионную площадку организовать для того, чтобы посмотреть, выслушать мнение каждого на тему того, где лучше развиваться, где лучше продолжать свою карьеру. Тем, кто уехал, стоит ли возвращаться или вообще не стоит выезжать, оставаться здесь, приносить пользу здесь. В целом, просто интересно было посмотреть мнение ребят, послушать. Те, кто уехали, уже вернулись, такие тоже здесь сегодня присутствуют. А также те, кто хотят поступить в Москву. И решили вместе с ребятами из администрации Махачкова провести эту коллаборацию. Первый вопрос, который был задан ведущим, так где же лучше учиться, в Москве или в Дагестане? Мнения, конечно, разнились. Одни выступали за учебу в столице страны, а другие предпочитали обучение на родине. Качество московских специалистов, оно обязательно, нижним образом, лучше, чем специалистов из Дагестана. В Москве есть доп. образование, которое у нас нет, но качественный студенческий уровень образования здесь у нас дают на высшем уровне. И все зависит от желаний студента, а не от преподавателей, взаимодействий и тому прочего. В ходе беседы обсуждали самые разные вопросы, выявляя, кто же все-таки круче. В качестве спикеров выступили представители власти, общественники, религиозные деятели. Такие мероприятия нам необходимы, особенно нашей молодежи. Мы должны знать наших студентов, которые учатся здесь и которые выезжают за пределы нашей республики, для того, чтобы с ними не терять дальнейших контактов. Мало ли, что у нас наши представители бывают и в разных городах, в том числе и в Москве, как сегодня здесь, вот именно через этого же представителя мы собрали эту московскую молодежь студентов, чтобы в дальнейшем всякое может быть, столкнуться они с какими-то проблемами или трудностями, чтобы могли смело они к нам обратиться. Мы, в свою очередь, их всегда поддержим, поможем. И в дальнейшем у нас вот такие вот такого рода мероприятия, это первая такая встреча, но мы планируем в дальнейшем проводить периодически. И не только такого рода, но и спортивные будем проводить. Такие мероприятия очень полезны. Во-первых, ребята друг другом видятся, здесь собрались студенты как московских вузов, так и местных наших махачкалинских вузов и приятно удивили своей эрудированностью, образованностью. И отрадно видеть, что будущее Дагестана, иншаллах, в надежных руках. И наша задача, конечно, из таких мероприятий прививать как-то духовно-народственные ценности, чтобы даже если даже они на учебу выехали за пределами Дагестана, чтобы они не забывали, откуда они родом, не забывали о чести и достоинстве, то, что завершали наши предки, кодекс чести горца, скажем так. Несмотря на противоположные мнения, участники встречи сошлись на одном. Дагестанец. Будь полезным, где бы ты ни был. Подобные мероприятия будут проходить регулярно, отмечают организаторы. Цель – объединить и сблизить нашу молодежь во благо республики. И о спорте. Российские борцы показали лучший результат на проходящих в Беларуси вторых играх стран СНГ. Успех национальной команде принесли воспитанники Дагестанской школы борьбы. В весе до 65 килограмм вне конкуренции был Каспийчанин Ибрагим Ибрагимов, одолевший в финале представителя хозяев ковра Ислама Гусейнова из Хасавюрта. А в категории до 79 килограмм лучшим стал Магомед Магомаев. В шаге от первой ступени пьедестала в весе до 75 килограммов остановился Имам Ганишев. Он в упорной борьбе уступил земляку, представляющему Азербайджан, Жабраилу Гаджиеву. Всего в активе россиян семь золотых и одна серебряная медаль. Кубок Гидатля достался Кахибу. В Шамильском районе прошел ежегодный мини-футбольный турнир памяти общественного деятеля Магомеда Абдулаева. В спор за почетный трофей вступали 12 команд. Красивую игру еще прекраснее делали футбольные поля, расположенные на фоне живописных гор. Тему продолжит Курбан Рагимов. Красивая игра в красивом месте. Решающие встречи Кубка Гидатля проходят в селе Хотода на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. Вокруг горы и живописные старинные постройки. На поле яркая и напряженная борьба. На турнир съехались 12 лучших команд района. Этот турнир проводится в честь нашего земляка, который рано ушел от нас. Абдулая Магомедович, мой родственник, он был человек, который поддерживал и спорт, и все дела, которые проходят в селе. Все, что проходит здесь, ему интересно бывало. Был активный человек. Турнир организовали покоя нашего Мохаммада, сыновья и родственники, поддерживающие, конечно, Джамата. И планируем каждый год. И этот первый год, который мы вообще планируем, организовали на районном уровне. И в дальнейшем, конечно, хотим еще улучшить это мероприятие. Предварительные матчи проходили в селе Тидиб. На первом этапе команды разделили на четыре группы. По два лучших коллектива вышли в стадию плей-офф. Формат игры – два тайма по 15 минут. Шамильская футбольная лига – одна из ведущих в нашем регионе. Несмотря на высокий уровень конкуренции, здесь все проходит в дружеской атмосфере. Турнир призван сплотить молодежь района. Более половины участников приехали из разных городов республики. На данном этапе, я думаю, что Кубок Гдятля проводится именно здесь, в сельской местности, а не в городе. Это очень огромную, большую роль играет для объединения сельской молодежи. И не только. Вот, например, смотришь на игроков, которые приехали из городов, почти что у всех игроки, процентов 70-80 городские игроки приехали. Это очень большое значение имеет, чтобы игроки, которые вообще сельчане, да, вот бывают в городе, только на Ураза-Байрам, только на одно мероприятие в село приезжают. А надо почаще вот такие турниры проводить, подобные Кубок Гдятля, чтобы молодежь, они знали свой родной край, знали весь наш район и знали друг друга в первую очередь. И было братское отношение между братьями, между командами и селами в целом. Впечатления от турнира очень положительные. Игра проходит эмоциональная, зрелищная. Все игры проходят в дружеской обстановке, на фоне прекрасных гор, природы. Все это дает очень положительные впечатления. Лучше других групповой этап и стадию плей-офф прошли команды Кахиб и Урада. В полуфинале кахибцы одолели хозяев поля из Хотоды, а футболисты из Урады взяли верх над представителями Хучады. А в решающей встрече победу с минимальным преимуществом праздновал Кахиб. Турнир очень хороший, зрелищный. Мы постоянно участвуем в этом турнире. Конечно, очень азартные игры, болельщики. Очень приятно играть в такой атмосфере. И для нас самих тоже это интересно. Мы все собираемся, приезжаем на машинах, горы ездим, отдыхаем, потом сюда приезжаем. Это в первую очередь для нас самих тоже объединение односычан. И, конечно, здесь тоже все играют знакомые с ЧШР. Очень приятно, очень хороший турнир. Баркала организаторам, фатудинцам. Победителей наградили кубком, медалями и денежными премиями. Также организаторы учредили индивидуальные призы. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Шамильский район. На этом выпуск завершен. В студии работала Лариана Шамхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Продолжение следует...